Могилевская ЦС-1 отчинилась после двухгодовой реконструкции. Старейший энергетический объект Беларуси отремонтовали за корсу Светного банка. Сейчас ЦС-1 подает тепло и электричность на широкое предприятие Могилева и у микрорайона «Спутник» и «Казимировка». Жекается, что после модернизации ЦС-1 будет обеспечивать теплом новый микрорайон «Захад», какие ходки плановились побудовать. Под обязанности в наступном материале. В урожайском открытии Могилевской ЦС-1 приняли удел наместник премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, керавник в области и представники Министерства энергетики. Проект Могилевская ЦС-1 целком подпадает под реализацию программы о повышении экономичной эффективности и надеянности энергообъектов. Сердце ЦС новую вазовую турбину запускали разом. Мы очень системно, целенаправленно, последних полтора десятка лет занимаемся модернизацией основных фондов нашей энергосистемы. Поэтому от того, какого состояния эта энергосистема, зависит экономичность этой системы, что для Беларуси чрезвычайно важно, как для любого государства, а для Беларуси тем паче, потому что мы 85% первичных энергоситетов, нефть, газ импортируем. Жилый фонд потребует шмат танного тепла и электричности. Обслуговывать его обычными котельными экономично невыгодно. К тому в 2014 году на ЦС-1 распочали ремонт замены агрегатов. Установили новую газовую турбину в могуцнике 26,5 мегаватт и иншую сучасную обстанавливание. Это позволило закрыть у Могилеви три малоэффективные котельные и передать нагрузки микрорайону МИР-1, МИР-2, Спутник и Казимирука на ЦС-1. Экономически для Могилева энергия и в целом для энергосистемы выгодно, поскольку мы сегодня тратим на выработку 1 кВт часа 172 грамма на кВт час, когда в целом в среднем по стране он 265. За счет этого получается экономия. Почему? Потому что тепло, которое осталось после выработки электроэнергии, используется для нагрева воды и обеспечения жилого фонда теплом. Энергетики меркуют, что вот у эксплуатацию одной такой цепь повинен дать экономию у померы 18 тысяч тонн у Монго-Палева за год. А это 3 миллионы долларов, поведомил Владимир Семашкар. К тому больше из белорусских цепь подпадут под глобальную модернизацию в ближайшие 5-7 годов. Ганна Лапо, Дзянис Бутылин, Новый регион.